Дорогие друзья, хотел бы немного с вами поговорить о разговоре. Мы вообще с вами плохо друг с другом разговариваем. Проблемы это даже не связаны изначально с тем, что наши социальные навыки сейчас снижены, а просто каждый человек живет в рамках своего информационного поля. И очень мало на самом деле здесь пересечений. Даже болельщики... Раньше была одна команда какая-то, две, не знаю, сколько они там играли. Сейчас это, черт знает, одних лик там не сосчитать. Вообще, даже не думаю туда ходить. И люди находятся, все, раньше все все знали. Потому что ты знал, что все смотрели одни и те же фильмы, потому что их было ограниченное количество. Все количество звезд было четко лимитировано вообще. Мне кажется, кто-то сидел со справкой и говорил, что это больше числа Данбара, выгоняем. И нам просто не о чем поговорить, как про работу или про какие-то самые очевидные такие, как правило, связанные с политикой вещи. Но политика – вещь такая, про которую вообще невозможно говорить рационально, потому что сразу уже проведено много исследований, показано, что у нас включается сразу инстинкт безопасности, и мы начинаем свое убеждение защищать. И как общаться? О чем говорить? Люди говорят три слова, берут телефон, потому что как бы не о чем. На самом деле, когда есть о чем, мы тренируем навык задавать вопросы, реконструировать собеседника, понимать его доводы, аргументировать свои собственные доводы. Но когда это все в режиме комментариев, как на Ютубе, мат-перемат, ты такой, ты сякой, значит, ну это уже, понимаете, не похоже на общение. И вот из-за того, что информационное поле так изменилось, и у нас нету поводов, мы не тренируем навык задавания вопросов. А я напомню, что навык задавания вопросов – это, ну, может быть, главный принцип философии как таковой. И это можно, вот возьмите Сократа с его вот этим вот повивальным искусством, когда он вопросами как бы порождает мысль, да, он называл себя повитухой. У него мама была повитухой фактической, помогал, акушерка, гинеколог. А он сам как бы помогал рождать мысль в собеседнике, и картину реальности, и понимание того, что происходит на самом деле. Но Сократ – это просто красивый, но есть классические вопросы Канта, которые он задаёт мне, что такое человек, что я могу знать, во что я могу верить, и так далее. Это его вообще основы у философии. Ведь Генштейн – это один, ну, один сплошной вопрос, понимаете. То есть его работа о достоверности, моя любимая, это просто бесконечное задавание одного и того же вопроса во всех возможных формах, чтобы нарастить содержание и дать некое объёмное видение. Вопрос, кстати, когда XX век вошёл на спад, появилось несколько книг у разных авторов, ну, самые известные, конечно, Делёс и Гватари, несколько вышло книг и у испанцев, и англичане писали, что такое философия. Ну, у них случилась деконструкция, постмодернизм и так далее, и штуку философии они спрашивали. Ну, и каждый давал там свой какой-то ответ. Ну, забавно, что, понимаете, вот как бы, когда философия уже пришла к своему финалу, а она сейчас как бы находится в финале в этом мире полном, так сказать... Я не буду уточнять, чтобы не обижать никого. Вот, когда она подошла к финалу, она стала задаваться вопросом, что есть в философии. И правильное вопрошение приводит к озадаченности. Озадаченность даёт нам с вами инструмент организации мозга. То, что озадаченность – это доминанта. Это вопрос озадаченности – это вопрос как бы внутреннего внимания к созданной нами картине мира. То есть, если вот представить себе, у нас нету никакого гомункула в голове, но отдельные нервные центры время от времени выполняют роль таких гомункулов. И, значит, если у нас там есть гомункул, и он так смотрит, и вот по черепной коробке разложены вот эти вот карты реальности, которые он изнутри, будучи центром силы, будучи доминантой, озадаченность про Сократа рассказывает, что он мог идти куда-нибудь, понимаете, и встать просто в дверях где-то и стоять. Что он делал? Думал. Самое знаменитое – он два дня простоял на берегу. Там битва была какая-то, в которой Алкеавида спас. Или никого другого. Я тебя запутаю. Неважно. В общем, кого-то спас там. Двое суток простоял, понимаете. Стоял, смотрел вот таким взором. Думал. Этот фамилия его – Эйнштейн. Так думал, что мог прийти домой и встать у дверей. Он на автоматизм шёл домой, встал у двери. Дальше нам было ключ застать и дверь открыть. А он стоял. Он думал. Это вот озадаченность, там гомункул внутри. Ничего не видно вокруг. Он смотрит, и вот он крутит, вертит это всё. Вот это внутреннее вопрошение, которое мы должны на себе, как бы сказать, натренировать для того, чтобы научиться задавать вопросы, которые не комплементарны существующим моделям реальности, а как бьют по ним, как разбиваться, как стекло, битый, бах. И прежняя картина мира, которая была проблематичная, которая не приносила должного результата. То есть вы же можете иметь карты реальности, в которых они плохо нарисованы, и вы не приносите. И, ну, посмотрите, там, китайская медицина, при всей моём уважении, это модель по реальности. Вот так они воспринимают традиционную китайскую медицину. Они так воспринимают болезни. Вот, значит, там чёрт ногу сломит, столько всего, но я не рекомендую лечиться. Я ходил тогда, был в Китае, ходил всякие там супер-мега-китайские эти. Потому что они не могли мои заболевания обнаружить. Несли такую пургу, какие-то прописывали. Вот это всё гадость. Ну, я, конечно, с уважением сказал, спасибо большое, дайте уйду. Но это очевидные такие вещи. А часто мы устроим модели реальности своей семьи, своей работы, проекта, друзей, родителей, которые тоже искажённые, они некорректные. Мы по каким-то штукам задаем. И вот эта возможность задать от самого себя и своей озадаченности правильный вопрос позволяет разбить вот это искажённое, но принимаемое нами за правду в обыденной жизни представление о каком-то аспекте реальности. Это супер-мега-важная штука, и с него начинается критическое мышление. Часто говорят, что критическое мышление – это, ну, как бы, давайте там факты, там не факты, но слушайте, проблема состоит в том, что в современном мире нету железобетонных фактов, вот, к сожалению. И даже в науке их нет. И вы можете посмотреть, одни подтверждают, другие тут же опровергают. И у тех аргументы, и у этих аргументов. Где вы скажете правду находитесь? Ну, и это касается даже фундаментальных дисциплин. Вовсе не обязательно речь идёт о гуманитарных. Нет, это фундаментальных дисциплин касается. Что-то наука принимает, с чем-то она живёт, потом это разваливается заново и так далее. Но наука, к сожалению, она не знает, ну, как бы, таких вещей предельно. То есть, вот у нас есть геном, мы его расшифровали, мы понимаем, что как, но там чего он делает, непонятно. Там куча хлама пустого в этом геноме. Влияет он, не влияет, и никто не понимает. Ну, это же простая вещь, это, господи, нуклеотиды, просто, смотрите, всё делают жизнь. Ну, как, тьфу, нечего делать. Вот, поэтому критическое мышление – это не просто давайте факты, давайте лук. Это озадаченность и возможность задавать к реальности такие вопросы. Реальностью, напомню, являются и другие люди тоже, которые их заставляют задуматься. Именно поэтому курс, который я посвятил вот этому аспекту мышления, я назвал Сократом. Потому что для Сократа самое главное было заставить человека начать, как бы, думать, перестраивая свою модель реальности, не потому что ему сказали, что всё не так, думай по-другому, а потому что, когда он сам вдруг увидел, как бы, вот эту суть проблемы озадачился, он дальше стал, ну, вот, при помощи Сократа и его вопросов инвентаризировать всё вот это, всё, что там у него происходит, и пересобирать. Почему я говорю об этом курсе с такой страстью? Потому что вообще это основа моего мышления с точки зрения психотерапии. Потому что я начинал тренировать своё мышление, реконструируя других людей. Зачастую реконструируя людей, чей мир я не способен понять, потому что вследствие генетических заболеваний у них развились сложные психические расстройства, в которых, ну, как бы, всё по-другому. Там галлюцинации, псевдогаллюцинации. Они, на самом деле, посерьёзнее галлюцинации будут. Галлюцинации так легко лечатся, а псевдогаллюцинации, они сами с собой, когда там внутренний у них мир. И вы не можете себе представить, как там, ну, он слышит, разговаривает с кем-то у него, всё по этому поводу, концепции. И вы не можете представить. Вот кино снимают, когда я сейчас смеюсь про душевнобольных. Ну, потому что, ну, как бы, ну, вообще чушь. Ну, бывает очень красивое, художественное. Пронеши, например, очень красивое. Игры разума. Вот. И вот я тренировал навык реконструкции реальности мира других людей через задавание вопросов, которые способны столкнуть одно с другим и, как бы, на секунду разъять вот эту какую-то дымку наших обыденных представлений и указать на то, что нужно иметь в виду, что является принципиально важным, на чём, так сказать, зиждется там внутренний конфликт, то или иное душевное расстройство там и так далее. И вот этот метод, он не, как бы, это очень полезный для психотерапевта и для психолога, но он является универсальным. Поэтому, кем бы вы ни работали, что бы вы ни делали, вы всегда находитесь в взаимодействии с чужими мирами, и вы должны уметь задавать такие вопросы, чтобы эти миры вам открывались. И тогда вы будете узнавать важное, и это будет критическое мышление, потому что вы исходите не из, что человек о себе думает, а из того, что он собой представляет на самом деле. И вот это, собственно говоря, всё изящество курса, который я назвал Сократ точкой критическое мышление.